Такое решение было принято единогласно на заседании Муниципального Совета Депутатов. По словам главы муниципалитета, Сергей Самохин полностью дискредитировал себя как строитель, предприниматель и, самое главное, как человек, который на протяжении многих лет давал обещания и не выполнял их. Жертвами этой деятельности стали и дети, и родители Лесного городка, которые уже несколько лет и мы вместе с ними ждем школу, которая до сих пор недостроена и не введена в эксплуатацию. Они вынуждены ходить в старую школу, сидеть буквально друг у друга на коленках, на плечах. От действий Самохина пострадали и сотни дольщиков жилого комплекса «Изумрудная долина». Люди заплатили за квартиры, которые так и не были построены. Компания постоянно срывала сроки сдачи по объектам, продолжая при этом продавать жилье и получать прибыль. Мы долго надеялись, что Сергей Иванович выполнит взятые на себя обязательства, что пойдет навстречу жителям, поставит все же их интересы на первое место. Буквально тащили за рукав, за воротник Сергея Ивановича на каждом совещании, неоднократно выносили эти вопросы на Совет Депутатов. К сожалению, все бесполезно. Как пояснил Андрей Иванов, теперь вопросами деятельности ТРЕСТ МОЗ «Облстроя-6» занимаются правоохранительные органы. Депутаты решили, что Самохин больше не представляет интересы жителей лесного городка, территории, от которой он был избран. Работа таких людей, как коллега наш Самохин в структурах власти дискредитирует саму власть и наносит нам существенный и существенный репутационный риск. Подрывает, на самом деле подрывает доверие к самой власти. В заключении Андрей Иванов предложил Сергею Самохину объяснить свою позицию депутатам и жителям, но предприниматель отказался. Он заявил, что ему нечего сказать. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.